Трое сургутян обратились в больницы с укусами клещей. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора по Югре в Сургуте и Сургутском районе. Случаи укуса, как говорят, в ведомстве завозные. Все они привезены из Свердловской области, где клещи уже проснулись. В Югре же, ввиду низкой температуры, кровососущие пока спят. Открытие сезона ждут ко второй половине мая. До этого времени медики рекомендуют поставить прививку от клещевого энцефалита. Вакцина есть в школах, детских садах и поликлиниках. На чеку нужно быть не только тем, кто собирается в лес или на природу, но и дачникам. Им эксперты рекомендуют проводить в начале сезона акарицидную обработку участков от насекомых с привлечением профессионалов. Укусы клещей, напомню, переносят такие опасные заболевания, как болезнь лайма, берлиоз и энцефалит. Последнее может привести к летальному исходу. Привиться против клещевого вирусного энцефалита никогда не поздно. Все равно, если, не дай бог, произойдет встреча с клещом, который является носителем клещевого вирусного энцефалита, то заболевание будет протекать легче. И не в тех масштабных осложнениях, которые существуют при энцефалите. Ну, нельзя же клещевой вирусный энцефалит. Это поражение мозговых оболочек, поражение нервной системы. Это вплоть до глубокой инвалидизации. Кроме того, в преддверии отпусков специалисты Роспотребнадзора призывают беречься от вирусных инфекций, таких как энтеровирус и ротовирус. Перед отправкой детей, к примеру, в оздоровительные лагеря, эксперты рекомендуют также проверить прививочные паспорта своих детей и обязательно обратить внимание на вакцинацию от коклюша, менингококковой инфекции и кори. Вакцины от всех этих заболеваний есть в поликлиниках Югры.